Здравствуйте, меня зовут Владимир Зайцев. Я являюсь блогером и публицистом. Сфера моих научных, в том числе, интересов — это политика на Большом Ближнем Востоке. По своему образованию я являюсь юристом, и в связи с этим я интересовался долгое время проблематикой международного права, в том числе достаточно интересными обстоятельствами, которые связаны со Второй мировой войной и политикой советского государства Иосифа Виссарионовича Сталина на территории современного Ирана, в том числе так называемый иранский кризис. На самом деле регион этот достаточно интересный, в том числе и в настоящий момент, как мы можем наблюдать по последним политическим событиям. Это Закавказье, это Иран, это иранский Азербайджан и иранский Курдистан, которые находятся и на настоящий момент в информационной повестке. На самом деле достаточно часто об иранском Курдистане не вспоминают. Тем не менее аналитические центры за рубежом, которые исследуют внешнеполитическую проблематику с учетом политических обстоятельств Ирана, начинают исследовать этот вопрос. Но на самом деле зародилась эта проблематика гораздо раньше, в 40-х годах во время Второй мировой войны. Как нам известно, с 25 августа по 17 октября 1941 года Советский Союз и Великобритания осуществили молниеносную операцию «Согласие», в ходе которого было оккупировано шаханхакское государство Иран. Эта операция была нацелена на нейтрализацию потенциальной германской угрозы, потому как Резапих Леви, шах Ирана, имел тенденцию к взаимодействию с Германией. Действительно, в 20-е годы и в 30-е развивались между Ираном. Кстати, именно при этом шахе Иран возвратил свое историческое название, до этого он именовался Персией. Развивалось экономическое сотрудничество с Германией, нацистское руководство стремилось отрезать Великобританию и другие западные державы от важнейших ресурсов Персидского залива и самого Ирана, который был на тот момент достаточно крупным игроком в области экспорта нефти и экономически очень существенно развивался. В Иране была запущена модернизация, в том числе модернизация армии вооруженных сил. Тем не менее, эта модернизация против Соединенных усилий Советского Союза и Великобритании не помогла, и иранская армия достаточно быстро капитулировала. Сам шах Резапих Леви был вынужден 16 сентября 1941 года отречься от престола. Впоследствии он был вывезен в Южную Африку, где в 1944 году в полном одиночестве скончался. Вместе с тем борьба за власть в Иране в тот момент обострилась. Великобритания стремилась скорее привести на трон предыдущую династию, так как она была связана целиком и полностью с британским правящим классом, с британской буржуазией и британской аристократией. А Советский Союз в данном случае занял выжидательную позицию, хотя также проактивную результатом стало взашествие на престол Мохаммеда Резапих Леви. Это как раз последний шах, который был свергнут в 1979 году в ходе Иранской революции, Исламской революции, в ходе которой была образована Исламская республика Иран. Но это событие гораздо более позднее. 29 января 1942 года между Ираном, Великобританией и Советским Союзом был заключен трехсторонний договор, который определял порядок пребывания союзных войск на территории этой страны и который в дальнейшем стал источником политической напряженности. Дело было в том, что статья 5 договора предусматривала, что союзные силы будут вынуждены покинуть территорию Ирана после окончания боевых действий в Европе. В дальнейшем, разумеется, с юридической точки зрения эта статья многократно реинтерпретировалась, мы это посмотрим чуть позже. Но, тем не менее, само пребывание союзных сил на территории Ирана создало огромные политические возможности. Политическая возможность номер один – это, конечно же, открытие персидского коридора, который использовался для поставок в Советский Союз по линлизу. Как минимум 45% всех товаров доставлялись именно по персидскому коридору. Собственно говоря, корабли и суда, сам торговый военный флот Соединенных Штатов и Великобритании отправлялся в путешествие из Великобритании или США, огибал мыс Доброй Надежды и впоследствии заходил в Персидский залив. Поскольку Иран обладал достаточно неплохой железнодорожной сетью, осуществлять поставки в Советский Союз было достаточно выгодно и удобно. И это привело, конечно же, и к определенной мягкой советской политике в этом регионе, которая в дальнейшем начала обостряться. Собственно говоря, предметом нашего сегодняшнего разговора будут скорее обстоятельства, которые начали происходить на завершающей фазе Второй мировой войны и сразу после нее, которые привели к возникновению иранского кризиса. Забегая немного вперед, можно сказать, что политическая ситуация в Иране, на территориях Ирана, которые были под контролем союзников, привели к тому, что стали формироваться независимые территории, независимые государства, в которых более того создавалась новая экономическая и социальная реальность. Необходимо сказать, что в конце 1945 года и в начале 1946 года была провозглашена де-факто независимость как Южного Азербайджана, так и Иранского Курдистана. Это достаточно обширные регионы в той зоне, которые находились преимущественно под советским контролем. Теперь давайте обратимся к проблематике иранского Азербайджана, потому что иранский кризис зачастую рассматривают в западной литературе не только как, собственно говоря, иранский, но и как азербайджанский. Например, достаточно интересный и важный в данном случае автор Гарри Хесс, который написал книгу, которая имеет доктринальное значение «Иранский кризис 1945-1946 года и Холодная война», говорил о том, что именно азербайджанская проблематика стояла во главе угла. Дело в том, что с конца 30-х годов советскую азербайджанскую республику возглавил достаточно известный и очень радикальный, можно сказать, политик Меджафар Багиров. Известная личность, которую называют периодически азербайджанским Сталином. Этот человек был, безусловно, лоялен центральной власти, был лоялен Сталину, очень хорошо понимал его политическую линию, но вместе с тем имел и собственные представления о дальнейшем развитии, скажем так, советского пространства. И, собственно говоря, Багиров считал, что азербайджанский народ является одним из крупнейших разделенных народов Большого Ближнего Востока, поскольку, как известно, в XIX веке по результатам войны между Российской империей и Персией, та территория, на которой проживают азербайджанцы и, скажем так, народы, которые говорят на азербайджанском языке и принадлежат к азербайджанской культуре, была разделена. Современный Азербайджан, например, населяет около 9 миллионов человек. Разумеется, не все есть те, кто проживают на территории Азербайджана, собственно, этнические азербайджанцы, есть и другие народности, такие как талыши, такие как русские в том числе, такие как оставшиеся армяне. Но это только малая часть азербайджанского этноса. Вообще азербайджанский язык являлся своего рода лингва франков за Кавказье. Азербайджанский язык, азербайджанская культура очень важна. Это очень хорошо понимал Багиров, и он осознавал, что границы между иранским азербайджаном, которые называют северным, в одних источниках называют северным азербайджаном, в других источниках называют восточным азербайджаном, можно было бы и преодолеть. Преодоление это, конечно же, изначально в высшем советском руководстве не вызывало особенного одобрения, в особенности в период 1941-1942 года, когда Советский Союз более чем когда-либо был заинтересован в поддержании стабильности в регионе. Советский Союз остро нуждался в поставках и остро нуждался в тыле, в Закавказье. Тогда еще не была окончательно решена позиция Турции, тогда еще не было известно, чем закончится кампания в Северной Африке, в которой участвовали союзники Советского Союза, в том числе Великобритания. Непонятно было, что произойдет с Ираком, и Советский Союз не предпринимал фактически никаких решительных действий. Но опять же, поскольку война развивалась для Советского Союза, начиная с 1942 года, достаточно удачно, в особенности после Сталинградской битвы, сразу стали очевидны определенные политические обстоятельства, которые будут иметь значение в дальнейшем на территории Ирана. Собственно говоря, к 1945 году мы подходим с тем, что в нем все больше и больше нарастают автономистские тенденции, безусловно, связанные с политикой Советского государства Иосифа Виссарионовича Сталина и, собственно говоря, Багирова. Начали формироваться политические партии нового типа. На самом деле в Иране до 1941 года существовали коммунистические движения, в том числе достаточно известная партия Туде, но они достаточно жестко подавлялись режимом Шаха и не могли претендовать существенно на власть. Однако вместе с тем политика Советского государства заключалась в том, чтобы действовать достаточно гибко, и поэтому начали создаваться демократические партии. Одна из них демократическая партия Азербайджана, которую возглавил достаточно известный, крайне заслуженный коммунист Саид Джафар Пишевари. Саид Джафар Пишевари является коммунистом с дореволюционным стажем. Он родился в иранском Азербайджане, но в 1905 году переселился в ту часть Азербайджана, которая контролировалась на тот момент Российской империи. Он примыкал к группе азербайджанской интеллигенции, которая была так или иначе аффектирована марксизмом, а в дальнейшем и его национальными ответвлениями. Марксизм он считал в качестве средства решения, в том числе национального вопроса. Он считал, что в Иране азербайджанские этносы, азербайджанская идентичность является подавленной, и был в значительной степени прав, поскольку азербайджанский язык не был официальным. На тот момент азербайджанская культура не поощрялась. Надо вообще сказать, что если сравнивать азербайджанцев с другими этносами, которые существуют в Иране, у них была наиболее выраженная, естественно, исключая самих иранцев, персов, национальная идентичность, начиная со средних веков. Они чувствовали себя крайне обособленными. Иная языковая культура, тюркская, тюркский язык, а другие языки имеют совершенно другую природу, несколько другую лексику, иные обычаи, иные представления философские, в том числе иная письменная культура, достаточно, необходимо сказать, развитая. И поэтому сама идея, так или иначе, обособление азербайджанского этноса, его автономизация, его, во всяком случае, культурная автономия, идея, скажем так, далеко не вчерашняя. Но именно в этот уникальный момент, а такие уникальные моменты история предоставляет достаточно редко, создалась возможность для реализации, реализации, собственно говоря, таких проектов. Уже шел 45-й год. 45-й год принес победу как над Германией 9 мая 45-го года, так и над Японией 2 сентября 1945 года. И с этим, разумеется, были связаны ожесточенные переговоры насчет статуса Ирана. Согласно условиям того договора, о котором мы говорили в самом начале, союзные войска должны были покинуть его территорию. И здесь очень много игроков почувствовали возможность, зачастую скользающую, для того, чтобы реализовать свои интересы, в том числе Советский Союз. В сентябре 1945 года формируется сначала Демократическая партия Азербайджана, потом эта партия формирует Национальную ассамблею, то есть парламент, а в дальнейшем формирует уже правительство. Это правительство в некоторых источниках уже постулируется в качестве Демократической Республики Азербайджан. Просто есть некоторая разница в терминологии. В российских источниках в основном говорят именно о Демократической Республике Азербайджан, а, например, в англоязычных и азербайджанских источниках чаще говорят о том, что это автономное правительство Южного Азербайджана. И встречается такая формулировка. На самом деле это правительство было достаточно активным, оно производило целый комплекс ожидаемых достаточно давно социальных реформ. На самом деле сам Южный Азербайджан, на территории которого находились советские войска и где разворачивалась данная политическая деятельность, был экономически развитым регионом, в особенности в области сельского хозяйства. Однако с точки зрения классовой ситуации все было не так благополучно. Крупные землевладельцы оказывали существенное экономическое давление на арендаторов, фактически лишая их возможности богатеть и развиваться, получать землю в пользование, в собственность и получать с нее, соответственно, больше доходов и применять другие технологии. Демократическая республика Азербайджан начала постепенно менять эту ситуацию. Как минимум около полутора тысяч земельных участков было передано крестьянам, в том числе безземельным, что вызвало определенный всплеск поддержки со стороны беднейших слоев общества для просоветского правительства. Просоветское правительство, однако, не пользовалось популярностью со стороны землевладельцев. Землевладельцев, кстати, неофициально поддерживала Великобритания. Великобритания вообще заняла позицию достаточно уникальную. Если Соединенные Штаты в дальнейшем с 1944 года поддерживали преимущественно центральное правительство Ирана, которое рассматривало в качестве дальнейшего политического фактора, то Великобритания предпочитала иметь дело с крайне консервативными кругами Ирана и, соответственно, иранского Азербайджана и крупными землевладельцами. Вот так примерно были распределены роли данных союзных держав. Советский Союз поддерживал пролетарские и мелкобуржуазные, отчасти и крестьянские слои Великобритании консерваторов и, собственно говоря, крупных землевладельцев. Соединенные Штаты вели игру прежде всего с центральным правительством. И, надо сказать, небезуспешно, потому что Соединенные Штаты вошли в иранский процесс позже всех. Как мы помним, Соединенные Штаты любят использовать такую тактику, которую им приносят достаточно большие дивиденды. Теперь, немного отсрочивая наш разговор о том, чем же кончился социалистический, надо признать, эксперимент в Южном Азербайджане, причем этот социалистический эксперимент включал в себя и создание народной армии, которая действовала достаточно успешно. Например, существует очень почитаемый в Азербайджане персонаж, точнее, среди, скорее, азербайджанских соционационалистов, некоторых социалистов, это Джафар Кавиан. Джафар Кавиан – это также левый деятель со стажем до 1941 года, который многократно арестовывался и в дальнейшем занимал достаточно видные посты в руководстве республики, военные имеется в виду. Кстати, надо сказать, что в современном Азербайджане, несмотря, в принципе, конечно, на неблагоприятное отношение к коммунизму и к его наследию, в качестве национального героя почитают и Сейджафара Пишевари, о котором мы уже говорили, именно за то, что он был выдающимся деятелем национального движения, и действительно мечтой его жизни была организация социалистического пространства, которая бы объединила саму территорию Азербайджана и смогла бы урегулировать так или иначе многочисленные этнические взаимодействия в этом регионе. Теперь, немножко отвлекаясь от Азербайджана, нам необходимо обратиться к другой проблематике, а это проблематика, собственно говоря, иранских курдов. Как мы говорили раньше, об иранских курдах говорят гораздо меньше, чем о других. Сам Курдистан, исторический регион, во всяком случае тот, на который претендует курды, включает в себя части территории современной Турции, современной Сирии, современного Ирака и современного Ирана. Относительно удачное современное политическое образование курдов, скорее всего, существует только в северной и восточной Сирии, это так называемая Рожава, и иракский Курдистан, который контролирует клан Барзани, который, кстати, достаточно тесно связан с Советским Союзом, как мы чуть позднее увидим, точнее был связан какое-то время с Советским Союзом и другими политическими игроками. А вот иранские курды не обладают на настоящий момент какой-либо консолидирующей силой, какой-то освобожденной территории, скажем так, за исключением отдельных территорий в районе гор Заграз, которые, собственно говоря, разделяют иракский Курдистан и иранский Курдистан. Но, тем не менее, вот как ни странно, именно иранские курды и стали первопроходцами государственного строительства. Сами иранские курды были отрезаны от большинства населения, в том числе и своей культурой, и своей религиозной принадлежностью. Если говорить об азербайджанцах, с которыми они жили практически в одном пространстве, и о другом населении Персия в дальнейшем Ирана, они принадлежали к несколько иному направлению в исламе. В основном в Иране был, начиная со Средневековья, распространен шиитский ислам, а курды исповедовали в основном суннитский ислам. Это определенную культурную границу между ними проводило. Курдская, однако, идентичность полностью не была разработана. К ней начали обращаться, к ее выстраиванию, к политике национальной идентичности где-то к 20-м годам. Но эти процессы затрагивали только часть мелкобуржуазной интеллигенции. Надо сказать, что самой мелкой буржуазии в иранском Курдистане и интеллигенции было достаточно немного. Несмотря на то, что при Резе Шахе удавалось налаживать и книгопечатание на курдском языке, и определенные культурные процессы, все равно этого было крайне мало. Надо сказать, что до 1941 года было издано в Иране только 95 книг на курдском языке, что, конечно, гораздо больше, чем в предыдущее время. Но, тем не менее, для формирования национальной идентичности недостаточно. Еще надо сказать, что развитие курдской национальной идентичности сдерживалась низкая распространенность грамотности и экономическая, необходимо сказать, отсталость этого региона по сравнению с тем же самым иранским Азербайджаном. В 1941 году формируется некая протопартия в Иранском Курдистане, которую можно назвать, переводя из англоязычных источников и из курдоязычных источников, как общество возрождения Курдистана. Это общество было организовано в городе Мехабад, который находится на территории Иранского Азербайджана, но на территории, которая преимущественно населяется курдами. Формируется это движение преимущественно из интеллигенции, которое имело некоторые связи с иракскими курдами, в том числе движением Хива. Движение Хива было достаточно сильным и, по сути, до того момента единственным активным в этом регионе. Какова цель была у этого движения? Изначально преследовало оно культурные преимущественные цели, это распространение курдоязычной литературы, распространение курдской культуры, организация религиозного и светского обучения, но о государственном строительстве говорили достаточно неактивно. Тем не менее, Советский Союз, то есть, Сталинский Советский Союз не оставил без внимания и это движение. Здесь необходимо выделить одну фундаментальную фигуру, которая для современных курдов, в том числе не иранских, является символической. Это Кази Мухаммад. Кази Мухаммад происходил из, скажем так, религиозной прослойки. Кади, как известно в исламе, это религиозный судья. Религиозный судья достаточно авторитетный для курдского населения человек. И практически во всех курдских источниках мы можем об этом узнать, что к Кази Мухаммаду относились крайне уважительно. В частности, в 2017 году был снят фильм об иранском Курдистане, который был подготовлен Курдским мемориальным центром, где были в том числе представлены интервью с людьми, которые жили и активно участвовали в тех событиях, о которых мы говорим. Кази Мухаммад был крайне приемлемой фигурой по той причине, что в течение 300 лет его семья занималась как раз-таки вопросами шариатского права, вопросами религиозного и правового обучения. Он был крайне образованным человеком, он знал персидский язык, курдский язык, азербайджанский язык, французский язык, английский язык и знал в какой-то степени русский язык. Так вот, делегация общества возрождения Курдистана в ноябре 1941 года впервые прибывает в Баку, в советский Азербайджан, где беседует опять же с Багировым. На тот момент представители других государств, в том числе Великобритании, постулировали, что это скорее всего лишь культурный обмен, но тем не менее, как показали источники, ставшие доступными несколько позже, беседа была гораздо более содержательной. Там говорилось о том, что теоретически движение курдов к автономии будет Советским Союзом поддержано, хотя и не в ближайший момент курды должны рассчитывать прежде всего на свой автономный статус в составе Азербайджана. Вот это была достаточно жесткая позиция Багирова, его приближенных, например, одного из, скажем так, операторов иранского пространства Гасана Гасанова, что курды должны прежде всего находиться в иранском пространстве в составе автономного же Азербайджана, иметь внутреннюю автономию именно там. Постепенно этот процесс нарастал. Западные исследователи достаточно часто хотят обнаружить документальные свидетельства, которые бы говорили о причастности Советского Союза к формированию курдской автономии. Тем не менее, этого до настоящего времени не удалось. Существует буквально несколько документов, которые в данном случае могут пролить свет, во всяком случае, на первоначальные события в этой сфере. Допустим, мы можем выделить письмо Молотова 31 августа 1942 года, где Молотов делает акцент в первую очередь на необходимости поддержки азербайджанского населения Ирана. А курды, кстати, рассматривались как потенциально подозрительные элементы, в том числе, которые имеют тенденцию к связи, как выражался Молотов, с британским империализмом. На тот момент, безусловно, определенные контакты между курдским населением, в особенности тем, которое проживало несколько ближе к британской зоне оккупации Ирана, случались эти контакты, но эти контакты закончились ничем, по сути, потому что Великобритания не выразила какой-либо поддержки даже культурной автономии курдского населения на тот момент. Тем не менее, это письмо Молотова было разослано советским представителем, дипломатом, военным советником, высшим офицером и долгое время влияло на формирование, скажем так, курдской повестки. Сами курды очень хорошо понимали, достаточно тонко чувствовали процессы, которые происходили в Советском Союзе. И, например, достаточно интересный момент, который далеко не всегда рассматривается в источниках по данной теме, такое вот событие произошло в сентябре 1942 года, когда самые влиятельные курдские кланы Ирана под прикрытием свадьбы сына Гарани Агаха собрались на определенную неформальную конференцию, в ходе которой были обсуждены в том числе важнейшие политические вопросы. Действительно, на тот момент именно клановая система представляла собой некоторый фрейм, некоторые возможности для того, чтобы принимать решения, которые бы исполнялись достаточно неплохо на территории всего Курдистана. Какие были решения на тот момент курдами приняты? Это лояльность Советского Союза, отказ от каких-либо действий, угрожающих Советской Армии, Красной Армии на тот момент. Это следование рекомендациям, которые приходят от советских дипломатов и советских политических акторов, которые находились на территории Ирана. Невозможность вступления в те или иные союзы с другими силами без получения предварительного согласия Советского Союза для того, чтобы исключить в дальнейшем возникновения спорных ситуаций. И, кроме того, прекратить вызывающее недовольство со стороны преимущественно азербайджанцев разгульную, скажем так, разбойничью деятельность определенных племен. В исторической науке, в современной, в том числе, например, в достаточно важной для нашей темы докторской диссертации Хавара Халила Тахера Нерви, которая посвящена как раз-таки событиям в Иранском Курдистане в 45-46 году, об этом решении было сообщено в том числе советскому консулу в Урмии. И это, с точки зрения упоминавшего автора, доказывает, и здесь с ним можно согласиться, примером достаточно гибкой и неявной методики контроля за курдскими процессами со стороны Советского Союза. Действительно, к Советскому Союзу на тот момент придраться было практически невозможно. Это находит подтверждение в многочисленных опубликованных ныне дипломатических источниках Великобритании. Никаких подозрений о советском руководстве курдскими процессами, в том числе выкристаллизовавшегося автономизма курдского населения, не было замечено. На тот момент это было очень важно для того, чтобы было бы проще запустить те процессы, которые пошли в дальнейшем. Советский Союз уже в дальнейшем, примерно в 44-м году по 46-й год, занимался достаточно активной поддержкой курдского населения, хотя действовал и неявно. Что делал Советский Союз? Например, он предотвращал наступление армии Ирана на курдские территории. На самом деле, часть курдских территорий, о которых мы говорим, находилась в так называемой буферной зоне между зоной оккупации Советского Союза и Великобритании, и там действовали отдельные иранские войска. На самом деле, иранская армия не была полностью разоружена в период оккупации Ирана союзными державами и продолжала свои действия. Так вот, Красная Армия этому препятствовала. Также создавались советско-курдские общества культурного обмена и общества дружбы, в рамках которых налаживались эффективные коммуникации преимущественно с Азербайджанской Советской Социалистической Республикой. Кстати, необходимо сказать, что определенное количество курдов проживало и проживает на настоящий момент там. Надо сказать, что по одной из версий нынешний президент Азербайджана Эльхам Алиев по своему этническому генезу, можно так сказать, является курдом, в том числе из этого же региона, поэтому для Азербайджана курдский фактор и для современного также не является исключенным. Что касается Багирова и его взаимоотношения с Казим Мухаммедом, то позиция была достаточно простой. Багиров говорил, что условием дальнейшей советской поддержки будет полное следование всем рекомендациям, которые приходят со стороны советских дипломатов. Достаточно разумная позиция, поскольку ошибка могла бы стоить достаточно многого. Во-первых, само движение и само, скажем так, человеческое пространство, которое сформировалось вокруг Кази Мухаммеда, признавалось далеко не всеми. Курдское общество было достаточно сильно ополяризовано между кланами и скорее курды смотрели не на политические фигуры нового типа, а скажем так, на классические идентичности в своем обществе. Это стало, кстати, одной из причин, почему на тех территориях, которые контролировались иранскими курдами, не были проведены такие реформы, которые проводились в иранском Азербайджане. О чем мы говорили несколько раньше, поскольку новое руководство попросту опасалось прибегать к радикальным действиям, в том числе в плане земельной реформы и в плане экономических преобразований. Но вместе с тем это было как силой, так и слабостью курдского нового пространства, которое уже в начале 46-го года, именно в январе 46-го года заявило о своей независимости и о создании независимого государства, которое в историю попало под названием Мехабадской республики. Кстати, создание Мехабадской республики, которая называлась официальной республикой Курдистан, было неким ответом за провозглашение фактической независимости Демократической республики Азербайджан в декабре 1945 года. Это было достаточно холодно, а в прессе, которая контролировалась Демократическая республика Азербайджан, этот момент достаточно долго не замечали, потому что вся советская концепция на тот момент строилась преимущественно на том, что курды должны быть союзником и составной частью пространства, которое обозначалось как Южный Азербайджан. В тот момент велась достаточно сложная политическая игра, связанная с возможным получением Советским Союзом нефтяных концессий в Иране. Велась она с переменным успехом, допустим, в 1944 году переговоры с иранским правительством ничего не достигли, и поэтому оперировать национальными вопросами на территории Ирана Советскому Союзу приходилось с достаточной осторожностью. Итак, как мы только что сейчас постулировали, на территории Ирана сформировалось, по сути, два новых государства. Эти два новых государства имели между собой достаточно существенные противоречия, что в дальнейшем сказалось отчасти и на исход всей этой истории. Территориальный вопрос был в данном случае первым, отставим даже культурные несовпадения, религиозные несовпадения, они сыграли на самом деле достаточно малую роль, если говорить об этой политике. Прежде всего спор касался города Мехабад и многих других регионов, на которые претендовали в том числе и азербайджанцы. Все эти территории на самом деле это территории смешанного проживания азербайджанцев и курдов, и здесь добиться согласованной позиции было практически невозможно. К сожалению, необходимо сказать, что иногда это приводило даже к довольно трагическим последствиям. Например, 20 сентября 1946 года, уже после вывода из Ирана советских войск, происходили даже стычки между курдскими племенами и, собственно говоря, азербайджанцами, которые в данном случае закончились победой азербайджанцев, благодаря достаточно внушительному контингенту, который выдвинулся из города Теврис. Это весьма угрожало всей политической конструкции, которую пытались выстроить советские политические деятели. Очень важный фактор, силовой фактор, внес в данное пространство и, собственно говоря, известнейший полевой курдский командир Мустафа Барзани, который перешел вместе со своим вооруженным отрядом из Иракского Курдистана в Иранске после поражения курдского восстания в Ираке. Он уже представлял достаточно большую вооруженную силу, специальные отряды вооруженных людей, и это обострило еще одно противоречие, которое было между Демократической Республикой Азербайджан и Республикой Курдистан, также известной как Мехабадская Республика, а именно различия в подходах автономия либо независимость. Сам Советский Союз далеко не сразу пришел вообще к позиции о том, что необходимо бороться за создание независимых государств на территории Иранского Азербайджана. Советский Союз долгое время, но и, кстати, официально до самого последнего момента заявлял прежде всего о том, что должна быть создана определенная азербайджанская автономия, которая будет включать в себя право на ведение экономической политики внутри Ирана согласно интересам азербайджанского и курдского населения, которая будет включать языковую автономию, которая будет включать в себя возможность осуществления образования на национальных языках. Например, если мы говорим о Демократической Республике Азербайджан, то она занималась активной культурной пролиферацией. Например, в городе Теврис были созданы учебные заведения, где преподавание происходило на азербайджанском языке, в том числе были попытки создать Теврисский университет, где образование также можно было получить на азербайджанском языке. А курды, необходимо сказать, они скорее с созданием, с учреждением Ихабадской Республики склонялись именно к независимости. Хотя необходимо сказать, что после апреля 1946 года, а в особенности после вывода советских войск 9 мая 1946 и Демократическая Республика Азербайджан и Республика Курдистан пытались все-таки оговаривать не только независимость, но и культурную автономию в составе Ирана, поскольку они чувствовали невозможность добиться однозначного решения своих притязаний без советского военного присутствия и непосредственной советской военной помощи. Это сделать не удалось, потому что иранское правительство на тот момент несколько усилилось. Усилилось оно, конечно же, и благодаря выводу союзных войск, и усилилось оно благодаря появлению нового и очень важного игрока Соединённые Штаты. Как мы говорили раньше, Соединённые Штаты заняли именно позицию за центральным иранским правительством. Соединённые Штаты в данном случае выступали против какой-либо автономизации иранского Азербайджана, не считали необходимым проведение реформ на этих территориях, считали необходимое более того выдворение законного порядка, который существовал на этой территории. Выступали Соединённые Штаты также против усиления экономического влияния Советского Союза. И главное, Соединённые Штаты и Великобритания выступали против распространения новых форм экономической жизни, которые были близки к социалистическим. Ведь Советский Союз приступал к интеграции территории не с точки зрения банальной силы в данном случае, а пытался предварить это прежде всего необратимыми переменами, в том числе, которые касались распределения земли, национализации отдельных предприятий, создания новых форм социальной жизни. Против этого союзники очень серьёзно возражали. Так или иначе, к 1946 году эта ситуация пришла неразрешённой. 1946 год и конец 1945 года принято в научной литературе рассматривать как год иранского кризиса. Как раз таки в 1946 году уже истекли практически все сроки для реализации трёхстороннего соглашения, которое касалось вывода союзных войск из Ирана. На самом деле, если мы бросим взгляд немножко назад, то в 1944 году казалось, что ни Великобритания, ни Советский Союз и не будут реализовывать в дальнейшем это соглашение, поскольку Великобритания не делала никаких шагов, фактически замалчивало дальнейшую судьбу соглашения, так и Советского Союза, но после окончания Второй мировой войны в Европе западные державы радикально изменили свою точку зрения. Иранский вопрос обсуждался на множестве важнейших международных конференций, которые происходили в 1945 году. Например, в ходе Патсдамской конференции. В ходе Патсдамской конференции Сталин уже говорил о том, что советские войска РККА покинет территорию Ирана не после, собственно говоря, победы над Германией, а после победы над Японией. На тот момент на это временно согласились. Но наступила победа над Японией и 11 сентября 1945 года, как известно, произошла лондонская встреча министров иностранных дел. В данном случае Соединенные Штаты Америки были достаточно сильны и успешны на этой конференции и смогли подготовить заявление о том, что все иностранные войска покинут территорию Ирана ко 2 марта 1946 года. На самом деле уверенности в том, что Советский Союз будет исполнять это соглашение ни у кого не было, но вместе с тем такой официальный документ есть. В период между лондонской и уже следующей московской конференцией, которая называется иногда Совещанием министров иностранных дел, эта конференция прошла с 16 по 26 декабря 1945 года, СССР продолжал оказывать поддержку в том числе и курдам, и азербайджанцам. Но уже 19 декабря 1945 года состоялся достаточно ожесточенный разговор между Сталином и представителями Британии и США, Бевином и Гарриманом относительно иранской проблеме. Сталин в данном случае занял достаточно интересную позицию с точки зрения международного права, а именно заявил о том, что соблюдаться в случае Ирана должны не только условия трехстороннего соглашения, но и более раннего советско-иранского соглашения 1921 года, потому что его статья 6 предполагала возможность пребывания советских войск на территории Ирана и без трехстороннего соглашения. Это, конечно, было воспринято со стороны западных союзников как существенный демарш и как начало кризиса в международной политике, который действительно практически разродился. Кстати, достаточно интересно, что Московская конференция интересна еще тем, что в ее рамках обсуждался корейский вопрос и позиция Советского Союза и Соединенных Штатов, надо сказать, об установлении временного режима на Корейском полуострове, о способствовании прогрессу корейского государства было специально на территории Юга Кореи истолковано крайне превратно в тех же терминах, которых в корейском языке обозначал протекторат Японии. В случае иранского вопроса все было высказано, конечно же, скорее за пределами конференции и более дипломатично, скажем так. Линия Соединенных Штатов и Великобритании по иранскому вопросу с каждым месяцем становилась все жестче. Этому способствовала с точки зрения позиции руководителей иностранных государств, прежде всего Великобритании США, например, предвыборная речь Сталина 9 февраля 1946 года, чем она так затронула западных дипломатов. Дело в том, что Сталин в этой речи анализировал причины Второй мировой войны и говорил очень много о капитализме и о его природе, которая порождает войны. В этот момент, согласно документам, которые были опубликованы архивом Черчилля, Черчилль начал уже говорить о том, что Советский Союз возвращается к радикальной коммунистической риторике, коммунистической политике, и поэтому необходимо достаточно срочно осуществлять на всех возможных пространствах сдерживание Советского Союза. Иранская территория была для этого достаточно неплохим поводом. Соединенные Штаты Америки и Великобритания разным способом стимулировали иранское правительство использовать механизмы, например, Организации Объединенных Наций, в которой Советский Союз был крайне заинтересован, поскольку был одним из ее создателем. Например, Совет Безопасности ООН призывал Советский Союз покинуть территорию Ирана в достаточно жестких формулировках. Советский Союз, конечно же, не был связан этим решением Совета Безопасности ООН, это даже было не решение, а некоторое заявление, но, тем не менее, не мог игнорировать накапливающуюся напряженность, тем более, если говорить о советских границах, не были до конца решены и до конца очевидны перспективы советского присутствия в Восточной Европе. Как мы знаем, те же самые Ялтинская и Поздамская конференции были ознаменованы очень серьезными расхождениями между союзниками по, например, польскому вопросу, по укреплению Советского Союза на территории Балкан, по укреплению Советского Союза и его союзников, можно сказать, на других территориях. В частности, на тот момент очень опасной для западных держав была ситуация в Греции, хотя, в общем-то, коммунистические повстанцы к тому моменту были уже разгромлены, и Советскому Союзу приходилось уже выбирать из не самых лучших стратегий. 26 марта 1946 года некое соглашение между Советским Союзом и Ираном все-таки было достигнуто. Касалось оно, прежде всего, готовности Советского Союза покинуть территорию Ирана к 9 мая 1946 года при нескольких условиях. Одно из условий было политическим, явно политическим, это обеспечение автономии и надлежащей защиты этнических меньшинств на территории Ирана, а второе экономическое, хотя и политическое тоже, это создание совместного нефтяного предприятия, где 51% акций принадлежало бы СССР и 49% акций принадлежали бы Ирану. Со стороны Советского Союза это соглашение было выполнено, и никаких советских войск после 9 мая 1946 года на территории Ирана уже не осталось. Сами республики, о которых мы говорили, просуществовали до ноября 1946 года, несмотря на то, что уже на тот момент иранская армия была сильнее их в военном отношении, какое-то время им удавалось сдерживать набирающую силу государства с его механизмом принуждения. Итог достаточно трагический, потому что были уничтожены и Демократическая республика Азербайджан, и Мехабадская республика, их виднейшие политические деятели либо перебрались в Советский Союз, как, например, Пишевари и Барзани Масуд, который прожил в Советском Союзе после этого до 1958 года, когда он вновь вернулся в Ирак для того, чтобы участвовать в боевых действиях, получив предварительно советское военное образование, либо восставших и попытавшихся создать свое государство курдов ждала смертная казнь, в том числе Кази Мухаммеда казнили в 1947 году на той же площади Чар-Чар, на которой в Мехабаде была провозглашена независимость, независимость курдского национального государства. Но на самом деле причины невозможно свести этого поражения исключительно к отсутствию советской военной помощи, как это довольно-таки часто делается в различной литературе, начиная, кстати, с 1947 года с работы Арчи Рузвельт, Курдская Мехабадская Республика. Если говорить, например, о курдском формировании, не было создано то общество, та экономическая модель, которая бы позволила консолидировать население, не был преодолен клановый разрыв и клановое устройство общества, по сути государство не полностью сформировалось и у кланов была, честно говоря, зачастую двойная лояльность. Кланы могли в случае необходимой политической конъюнктуры пойти в совершенно другую сторону, как в 1946 году и случилось. Также необходимо сказать, что и Демократическая Республика Азербайджан проиграла не только потому, что советское правительство было вынуждено отозвать из этой территории свои войска, но и из-за несовершенности реформ и неподавленности до конца сопротивления господствующего класса. Как говорил Сталин, в период революции, в период строительства социализма классовая борьба начинает обостряться. И в случае этих примеров мы видим очень много подтверждений тому. Эта история, несмотря на то, что она кажется периферийной, несмотря на то, что она кажется от нас достаточно далёкой, может дать в перспективе, скажем так, её обриз такой достаточно пунктирный, который сегодня удалось дать, может стать почвой для рассмышления о том, что же нужно делать на освобождённых территориях, которые в дальнейшей истории человечества появятся, какие ошибки необходимо исключать из своей практики. Этот рассказ, возможно, потолкнёт к мыслям о том, что полагаться исключительно на волю великих держав невозможно и необходимо проводить существенные социальные реформы, переустраивать общество так, чтобы исключать возможность возврата к предыдущей модели и минимизировать возможность поражения, прежде всего, народного движения. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok